всем приветик рада что заглянули на мой канал галия snails мы сегодня наводим красоту на ручках моей дочке так что будет как бы чуть тяжеловато потому что у неё кутикула сильно налипшая плюс она как бы дерет ноготочки дерет кутикулу по ноготочкам по боковым валиком задирает все и как-то 0 более чувствительно ну что я надеюсь я с работой справлюсь а вам приятного просмотра конечно извините давным-давно уже не выходила видео о ноготочках потому что как-то алик меня радует выигрышами и вот поэтому я снимаю частенько распаковочки кто уже давно на моем канале тот уже заметил это но тем не менее я когда могу тогда вы закладаю видео тоже о ноготочках так что приятного просмотра ну что первым делом я отодвигаю кутикулу пушером извините за этот большой пальчик так как она еще любительница накрасить ноготочки обычным черным лаком плюс и дерла она ногтевую пластину и этот лак остался там внутри так что ацетоном тяжело его оттуда выковырять так что будем или фрезером или пилочкой но и после того как мы отодвинули кутикулу пушером я работаю фрезером у меня алмазная фреза с тонким наконечником легенько также отодвигаю и убираю птерегий особенно так как я уже повторюсь что сильно у нас кутикула наросла на сам ноготочек так что надо убрать и обязательно очень аккуратненько чтобы не наделать пропилов один ноготочек показала без ускорения ну а все последующие уже чуть при ускоре чтобы не мучить вас этим процессом но кому интересно тут конечно же будет смотреть а кто нет так пропускайте пожалуйста ну и еще хочу подметить так как я себе делал маникюр или более взрослым уже женщинам так у них ногтевая пластина достаточно большая и там как бы уже может сказать размах вот у моей дочки она все маленькое еще и как-то даже трудно зафиксировать сам пальчик мне вот даже иногда вот процессе вмешают мои ноготочки так как просто ну как-то невозможно это все подхватить закрутить подтянуть знаете вот какой-то такой все миниатюр ненькая и это еще нам усложняет сам процесс тоже как поделилась своим мнением о маленьких ноготочках и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, на данном этапе я беру пилочку и снимаю глянец натурального ноготочка. Не сильно движение, потому что как-то на камеру видно, что я прям там сильно работаю пилочкой, но это не так. Просто как-то, не знаю, смотрю сейчас на видео и мне как-то прям мурашки по коже, что прям я сильно там работаю этой пилкой. Но это оно не так. Достаточно спокойненько, нормально работаю, все. Так что не шугайтесь от этого видео, а то реально оно похоже как будто бы там сильно-сильно я и ногти порчу. Нет-нет, просто обыкновенно снимаю глянец. Ну а после манипуляции с пилочкой в работу вступают ножницы. Буду легенько обрезать саму кутикулу. Не делаю глубокий маникюр, нам это просто без надобности. Просто легенько обрезаю кутикулу. И также, конечно же, видно погрешности, что я не подпилила в некоторых местах именно птереки. Так что буду еще подпиливать чуть-чуть фрезой. Ну а если у вас возникнут вопросы, почему я не делаю аппаратный маникюр, так просто отвечу то, что я, ну никак у меня не получается сделать нормально даже себе. Ну а кому-то делать это вообще страх. Так что я еще аппаратный маникюр не научилась делать и как-то, не знаю, мне все-таки ножнички ближе. И как-то так ножнички потом зашлифую кутикулу и все, и как-то нормально уже. Тем более у дочки ручки мокренькие, влажные. И поэтому не знаю, как еще и работать там с этим шариком, чтобы не наделать пропилов. Итак, наш комби-маникюр готов. Моя дочь так вообще удивлена от того, что у нее оказывается не такая уже и короткая ногтевая пластина. Говорит, ничего себе, как будто бы ноготочки выросли. Так как она никогда не отодвигала кутикулу, знаете. А здесь вот когда сделали вот такой вот маникюрчик, говорит, вообще такие красивые ноготочки. Итак, продолжаем наши действия по выполнению маникюра. Я буду использовать дегидратор от Lily Angel, а также праймер бескислотный. А также нанесу базу от Eris Nail и просушу в лампе 30 секундочек. И вот наши ноготочки после просушки. Смотрится очень красиво. Дочка вообще в восторге. Ну а сейчас пришло время нам подобрать правильные гелевые типсы. Будем подбирать, чтобы сама типса нам перекрывала точки в роста. И также, когда буду клеить эту типсу, не буду доходить именно близко к кутикуле. Чтобы нам можно потом было спилить бортик самой типсы, чтобы не затрагивать кутикулу. Вот как сейчас показываю, приложив гелевую типсу, мы смотрим с двух сторон, чтобы точки в роста были перекрыты. Лучше 2-3 раза посмотреть правильно, чтобы потом не было никаких погрешностей. Ну вот, смотрю, мне кажется, все супер, все красиво перекрывает, отлично. Ну и хоть у меня типс, как вы видите, матовый снутри, но по советам мне сказали, что надо протереть сам типс изнутри ацетончиком или спиртом. Ну, что и делаю, протираю сам типс и жду высыхания. Ну, а спирт испаряется буквально в доли секунды. А испаряясь, делает ваш типс более матовым. Вот вы видите, более какой-то белюсый, более матовый. После полного высыхания нанесу базу от Эреснейл капелькой на сам типс. И зафиксируем лампой буквально секундочек 10. Кстати, я работала мини-лампой. Эту мини-лампу держала моя дочь в руках. И так как много кто делает фонариком, но фонарика у меня нет, у меня есть моя малютка мини от Борн Претти. И как раз для такой фиксации она была супер в помощь. Так, я сделала 5 ноготочков с короткой фиксацией. Ну, а уже последнюю просушку я сделала в обычной лампе 1 минуту. У меня лампа 80 ватт. Вот такая вот длина у этих типс. Вот как это все приклеилось. Самое главное, чтобы между типсой и вашим ноготочком не было воздуха. Так что у нас ничего нету, все супер. А вот именно бортик буду убирать вот такой вот фрезой. Это уже не с тоненьким наконечником, с более таким тупым. Ну и уберем, сейчас чуть-чуть эти бортики уберем, чтобы нам можно было делать отлично быстрее выравнивание. Хотя некоторые девчонки используют тоненькую кисточку и набирают базу и делают вот такое тоже выравнивание именно этого бортика уже полосочкой с базы. Ну и мне как-то легче, не знаю, именно пройтись фрезером. Кстати, сами ноготочки еще укрепила базой, только единственное, что как-то не включила кнопку записи. Ну а сейчас нанесла я первый слой, вернее уже на большой указательный и мизинчик нанесла уже два слоя именно вот такого от Блюиди. С гель-лака под номером 033. Очень красивый, дочь выбрала такого цвета, ей очень сильно понравился такой какой-то оливково-голубой цвет. Ну а дизайн мы будем делать по-мокрому. Поэтому у нас средний и безымянный пальчик идет только с одним слоем, потому что так как мы будем делать дизайн по-мокрому, там будет достаточно много именно этого материала и не хочу, чтобы была вот сильно большая плюха на этих двух ноготочках. Ну а для дизайна на палитру я поставила полосочки от фирмы Блюиди 033. И также сейчас буду от белый гель-лак от фирмы Тинова Уно. Это супер белый, сейчас покажу. Супер white, да, супер белый цвет. Тоже сделаю в промежуточках. Такие тоже полосочки. И это все смешаю. Конечно, делают по-разному этот вот такой вот дизайн. Его называют или враморные разводы, или по-мокрому, или вообще текстуры. Ну кто-то как хочет, так и называет. Ну вот, легенько мы перемешали. Мне еще, кажется, не хватает еще чуть-чуть голубенького, но это уже в процессе. Вы добавляете себе цвета, которые вам интересны. Ну и беру сейчас базу от RS Nail. И на те ноготочки, которые у нас будет дизайн, на нашу базу. Конечно же, можно взять и цвет. Цветничок, вот именно этот, который мы сделали первый слой. Ну не знаю, мне захотелось что-то базы. Мне захотелось более такого какого-то воздушного, а не сильно насыщенного материала. Ну что, и теперь у меня кисточка. Еще ее называют кисточкой язычок. Она вот такая вот. И легенько набираю именно вот, как вы видите. Прохожусь и переворачиваю кисточку. И уже стараюсь выложить именно этот цвет на сам ноготочек. Дизайн вообще проще простого. Как говорится, каляки-маляки. Смотрите, как вам нравится это все наносить. И главное, чтобы не было перенасыщения самого материала. Потому что потом материал сильно много его. И он может еще не просохнуть. И, конечно, некоторые девочки оставляют его, чтобы он или стек. Главное, чтобы он не затек под кутикулу. Как правило, его еще оставляют именно ручкой вниз. Чтобы оно стекало. И смотрят, когда оно растекается еще. Но мне не захотелось, чтобы оно растекалось. Я его сразу же поставила в лампу. Ну и на следующих пальчиках делаем точно так же. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и вот, наш маникюр готов. Дизайн сушили мы 2 минуты. Чтобы наверняка, чтобы все слои вот эти вот просохли. Также мы потом перекрыли топом от AirSnail. И просушили уже 1 минуту в лампе под 80 ватт. Мне, честно говоря, очень сильно понравилось. Я надеюсь, вам тоже понравился вот такой вот незамысловатый и легкий исполнение дизайн. Так что поддержите, пожалуйста, это видео пальчиками вверх. Подписывайтесь на канал. Конечно же, пишите комментарии, что, может, я делала неправильно, а, может, и делала правильно. Но все же хочу услышать ваше мнение по поводу вот такого вот маникюра. Не знаю, продержится ли долго, потому что моя дочь ковыряшка. Она любитель поковырять ноготочки, погрызть и все остальное. Но, надеюсь, она будет держать все-таки себя в руках. Все-таки до маникюра она себя продержала целую неделю. Ничего с ними не делала, не грызла, ничего. Так как я ей сказала, что мне нужна ногтевая пластина, хотя бы не обгрызанная. Но, тем не менее. Ладненько. Спасибо всем огромное, что досмотрели это видео до конца. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Ну, а на этом у меня все. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Дальше больше. Удачи. Удачи.